до нового года чуть больше недели некоторые уже подготовились по полной я сейчас говорю о тех кто и подарки купить успел и продукты новогоднему столу а есть и другая категория людей я как раз к ней и отношусь те которые все делают в последний момент прямо сейчас я иду за ингредиентами для главного новогоднего угощения а заодно и узнаю во сколько обойдется набор продуктов для оливье в этом году первую очередь отправляюсь за овощами следящий за фигурой картошку в салат не кладут но нам нужен классический оливье потому набираем смело вот так мне кажется что на тазик оливье для меня и моих друзей должно хватить пять небольших клубни обходятся мне в 21 рубль цены продуктов я округляю так будет проще посчитать итоговую сумму не отхожу далеко здесь же беру морковь трех штук должно хватить морковь стоит всего 14 рублей пока мне все нравится так берем баночку соленых огурчиков наверняка большинство хозяек используют зимой в салат огурцы приготовленные по собственному рецепту я признаюсь честно до этого еще не доросла поэтому для оливье беру покупные соленые огурцы стоят 120 рублей за небольшую баночку где-то здесь полки с зеленым горошком а вот же он горошек беру по средней цене не самый дешевый но и не самый дорогой вот такая банка обойдется мне практически в 70 рублей так что нам осталось яйца средняя цена десятка 70 рублей я беру упаковку за 74 осталось колбаса кстати что кладете в салат вы колбасу или заменяйте ее курицей я неизменно первый вариант некоторые для салата оливье используют колбасу копченую я же привыкла по старинке варенку как называют ее в простонародье палка варенки в среднем стоит 200 250 рублей теперь остается взять майонез и зелень без нее никуда тем более что она здесь такая красивая и ароматная заправка и травы обойдутся мне в еще пару сотен рублей перед новым годом в крупных супермаркетах всегда полно интересных сладостей и пока я выбирала продукты для оливье поняла что я без такой сладости уйти отсюда не смогу все иду кассе иначе застрять здесь можно на целый день ну вот мы и дома перехожу к самому интересному готовки все ингредиенты уже сварились начинаю нарезать в приготовлении блюда у каждой хозяйки есть свои секреты например я когда готовлю новогодний салат всегда отжимаю соленые огурчики это позволяет оливье дольше сохранять свежесть и не становиться водянистым впрочем таких секретов много например колбасу для салата я всегда отвариваю прежде чем крошить в оливье благодаря этому блюдо дольше хранится в холодильнике хотя кого я обманываю оливье как правило исчезает уже утром первого января у кого-то бывает иначе кажется что-то у меня пошло не так как это часто бывает оливье у меня получилось гораздо больше чем я планировала приготовить изначально кажется пришло время того самого тазика теперь я понимаю почему в народе часто говорят про тазик оливье видимо приготовить его в меньших количествах не получается не только у меня пересыпаю салат в посуду побольше ну и финальный штрих приготовления оливье майонез в россии майонез любят особенно на новый год с ним готовят все даже то что по определению не должно быть приготовлено с майонезом поэтому заправки не жалеем признавайтесь у кого потекли слюнки я скажу честно глазами уже давно съела пару порций оливье пока готовила ну что как думаешь нам хватит столько салата оператор сказал хватит а значит пора садиться за стол такой порции я точно накормлю и себя и своих гостей и так давайте подведем итоги и подсчитаем сколько же денег у меня ушло на довольно приличную бадью салата оливье картошка и морковка стоили 35 рублей огурцы я купила за 120 рублей горошек за 70 яйца и колбаса вместе вышли на 290 рублей а за майонез и зелень я заплатила 150 рублей и того 665 рублей за тазик оливье сумма не маленькая но будьте уверены такого количества оливье вам хватит на всю семью а